К сожалению, в русскоязычном ютубе мало кто говорит и вспоминает про такую серию, как Splatoon, что, наверное, неудивительно. Nintendo, в целом, мало у кого ассоциируется с так называемым competitive gaming, если это не Super Smash Bros, да и Super Smash Bros в основном на западной сцене более известен. Игр-сервисов, в том числе и хороших, и прогорающих в мире хватает. И поэтому, как бы, ну, никто не обращает внимания на игру, чье золотое время кончилось на перелизе первой части с отличной, на самом деле, рекламной кампанией про это, U.S. Squid, U.A. Kid. Многие просто забыли и пошли дальше, потому что, ну, опять же, Nintendo не столько про игры-сервисы, не столько про онлайновые игры, но при всем при этом Splatoon существует, Splatoon развивается. И, опять же, почему вдруг, спустя столько лет, я решил вернуться к тому, чтобы поговорить об этой серии. Все очень просто. Третий Splatoon, ну, тот самый, который на данный момент самый актуальный, можно сказать, официально закончился. Игра продолжает существовать, игра продолжает работать, в ней все еще все нормально, в нее можно играть, как и во второй, кстати, Splatoon тоже все еще можно играть. Но закончились официальные обновления, так называемые сплатфесты и, ну, в целом, вот такие вот большие ивенты, которые всегда, собственно, были связаны с игрой как таковой и вокруг чего игра строилась. С одной стороны, да, это вроде бы странно, потому что Splatoon это игра достаточно успешная для Nintendo и странно, что они просто вот так вот взяли и, ну, можно сказать, забили на нее. С другой стороны, опять же, это игра, которая сделана, ну, с таким типичным нинтендовским подходом. Эта игра не только соревновательная, но и со своей такой лорной составляющей. И этот лор развивается, и развивается он от части к части. То есть у каждой части должно быть завершение логическое, которое, собственно, влияет на то, какой будет следующая часть. Да, на самом деле, финальные сплатфесты и в первой, и в второй, и в третьей части непосредственно влияли на то, как будут развиваться события в следующей части, и это прикольно. То есть, как бы, опять же, по, скажем так, лору это достаточно глубокая игра, просто его нужно искать, в нем нужно копаться, и мало кто будет заморачиваться с этим в игре про детей кальмаров. Что совершенно нормально, опять же. Играть это никак не мешает, но, если тебе интересно, то, пожалуйста. Собственно, о чем хочется сказать-то по поводу так называемого Гранд-фестиваля, которым закончилась третья часть. Вообще, окончание трилогии, даже сами разработчики решили показать, что это прям вот веха закрывается. Прямо большая такая серьезная веха, потому что в третьем Гранд-фестивале они, собственно, собрали все три команды. Если, опять же, сейчас кто-то не знает, немножечко объясню. В каждой части есть своя, скажем так, команда, которая ответственна за то, что она тебя поддерживает, делает тебе объявления, и являются такими вот главными звездами мира в определенной части. В первой части это, собственно, Squid Sisters Кали Мари, во второй части это Off the Hook дуэт, и в третьей части, собственно, трио Дипкат. И тут на финальном Гранд-фестивале они собрали всех, и каждая из этих команд, собственно, представляла свою эпоху. Прошлое, Кали Мари, настоящее, почему-то, Перл Марина, и, собственно, будущее это Шивер Фрай и Биг Мэн. Да, у них есть русские имена в русском переводе, и я не могу их запомнить нормально. В общем, игра классно закончилась. Они реально сделали целый фестиваль наподобие Бёрнинг Мэна, который продолжался неделю, наверное, где-то. Причем там были концепты, то есть можно было войти в игру, посмотреть выступления разных коллективов на разных сценах, там на двух, на маленькой и на главной. В финале было выступление массово всех команд. Короче, они сделали прям реально классный фестиваль. Под это сделали отдельную арену, которой в игре не было. Это все прям классный отдельный контент. Сколько раз я за вот эти вот две минуты повторил слово классный, можете посчитать в комментариях. Так или иначе, получился хороший контент и хорошее завершение, ну, собственно, вот трилогии. И с одной стороны, можно подумать, что да, ну хорошо, вот они завершили трилогию, и по идее, наверное, на этом можно успокоиться, но, наверное, успокаиваться никто не будет. И с выходом, собственно, преемника Switch'а, Switch 2, Switch, Super Switch, там, неважно, Nintendo найдет, как его назвать. Наверняка название будет дурацкое. Но так или иначе, мы увидим продолжение. Естественно, будет четвертый сплатун. И самое главное, в какую сторону он будет развиваться, решила, опять же, победа в финальном сплатфесте. И в финальном сплатфесте победило время прошлое. И тут теперь интересно для того, чтобы строить различные, скажем так, теории, как они отправятся в прошлое. Если вообще, в целом, мир сплатуна построен на том, что, ну, вот эти вот кальмары и осьминоги строят такое, построенное на, собственно, массовой культуре конца 20-го, начала 21-го века, вот свое общество. При этом, как бы, общество то, человеческое, оно погибло по причинам. Угадайте, каким? Да. Так вот. Собственно, они строят общество, которое очень похоже на наше, да населенное совершенно другими жителями, представителями других биологических видов, можно сказать. И тут, как бы, интересно. У нас, по сути, все время, ну, современный мир. Победило прошлое. В какое прошлое отправит нас игра? Насколько это будет далекое прошлое? Будет ли это прошлое уровня, там, типа, 70-е и 80-е? Вообще, с нынешней любовью к Синти Вейву, 80-м и прочим, было бы, кстати, неплохо отправиться именно в те времена. И немножечко погрузиться вот в, особенно, в японскую культуру, которую, в первую очередь, эта игра олицетворяет именно тех времен. То есть, это различные вот эти Басазоку Байкер Гэнгс, собственно, Ситипоп, Синти Вейв, Киберпанк. Было бы очень круто увидеть вот это вот все. Но ведь, может быть, все совершенно по-другому. Отправиться можно в средние века, опять же, по японским меркам в эпоху Эда. Или выбрать Европу и вдохновляться ею. Или вообще отправиться куда-нибудь в древние века и сделать игру с динозаврами. Это все вызывает, опять же, вопросы и создает интересные возможности для спекуляций, которыми, естественно, у нас никто задиматься не будет. Потому что, пф, Splatoon, это же, ну, Nintendo, ну, камон. Ну, есть куча игр более нормальных, которые, к тому же, не заканчиваются просто вот так. Вот как Splatoon, в которых обновления выходят на протяжении, там, 10 лет, и все нормально, неплохо они себя чувствуют. С другой стороны, опять же, это правда, потому что, ну, как бы, игра все-таки, несмотря на то, что она рассчитана на массовую аудиторию, несмотря на то, что продажи Splatoon отличные, и это одна из самых успешных новых франшиз Nintendo, мы прекрасно понимаем, что все равно далеко не для всех игра, что далеко не все в это играют, далеко не все об этом. Думают, но мне, вот, опять же, мне всегда Splatoon был, в первую очередь, интересен, ну, во-первых, тем, что там можно быть, как я говорил, полезным в игре, не умея толком стрелять и биться, потому что игра построена на том, что тебе нужно захватывать территорию. И, собственно, лорная составляющая, и ее вселенная. То есть, как бы, мне очень нравился всегда, вот, с самого старта, именно, вот, вайб, который, на котором построен Splatoon. Это вот подростковая современная культура азиатская, она прикольная, она классная. То же самое, чем меня, в принципе, зацепил Zenla Zone Zero китайский. Вот. И мне очень нравится, что они это развивают, мне очень нравится, что, опять же, лор углубляется, что интересно наблюдать за развитием игры. В общем, я, на самом деле, хотел не то, чтобы сейчас, там, покидать палки в огород других игр-сервисов, особенно не очень успешных игр-сервисов. Я хотел, наоборот, похвалить разработчиков Splatoon'а, тех, кому, возможно, когда-то был интересен Splatoon, но они на него подзабили с годами и пропустили финальный Гранд-фестиваль. Советую вообще посмотреть, что он из себя представляет, потому что это реально классное, прикольное шоу получилось. Я очень рад, что я о нем узнал, я очень рад, что я его застал, я очень рад, что я, ну, собственно, посмотрел на свои консоли, ну, и даже с ребенком посмотрел, я оказался очень довольным. В общем, я хочу сказать, что теперь я, опять же, несмотря на то, что Splatoon не является той игрой, в которой я провел прям огромное количество времени, но я снова заинтересован в том, чтобы наблюдать за развитием этой серии, чтобы посмотреть, куда свернет в следующей части, собственно, эта вселенная. Мне интересно и очень прикольно следить за тем, как все это будет развиваться. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Мне интересно насчет того, что играли ли вы вообще в Splatoon когда-нибудь, если играли, то когда забросили или играете до сих пор, пишите свои ответы в комментариях. Ну, а я на этом попрощаюсь с вами. Спасибо, что посмотрели это видео, и до новых встреч когда-нибудь, потому что, ну, с той частотой, с которой я ролики выпускаю, это реально случится когда-нибудь. Ну, обязательно случится. Пока-пока.